Друзья, привет! Это, наверное, один из самых долгожданных видеообзоров на моём канале. Встречайте! Это лазерный оптоволоконный маркер с излучателем Rycos, мощностью 50 Вт от компании Watsun. При помощи него можно маркировать и наносить изображение практически на любые материалы, начиная от керамики и камня и заканчивая пластиками и деревом. В комплекте с ним идут защитные очки в чехле, интерфейсный кабель и кабель питания, педаль старт-стоп и кронштейн для монитора, который крепится к колонне с лазерной головкой. Также, конечно, имеется инструкция по эксплуатации, которую я настоятельно рекомендую прочитать перед работой на этом станке. Ну и USB-флешка с программой управления. Этот станок можно условно разделить на два блока. Это блок сканатора с фокусирующей линзой и рабочим столиком, и блок, в котором расположились лазерный излучатель и вся электроника для управления станком. Пожалуй, с него и начнём. Этот блок внешне напоминает корпус от настольного компьютера. На лицевой панели имеется ключ-выключатель для коммутации цепи питания станка. Это сделано для безопасности, чтобы никто другой не смог включить этот станок и, не дай бог, не нанёс себе травму. А также пара кнопок управления зелёного и красного цвета. Они включают зелёный и красный лазер соответственно. С обратной стороны находятся разъёмы подключения станка. Интерфейсный. Разъём подключения поворотного стола. Этот стол приобретается отдельно. Разъём подключения педалей и кабеля питания. Чуть выше расположилась табличка с моделью и серийным номером станка. Перейдём ко второй части станка. На стойке, как я уже и говорил, располагается блок сканатора с фокусирующей линзой. У меня линза 200 мм. На самой стойке имеется линейка, что очень удобно при регулировке фокусного расстояния. Регулировка осуществляется при помощи маховика, расположенного в торце стойки. За само же перемещение отвечает винт с трапециедальной резьбой. На столе имеются 42 отверстия с резьбой для установки шаблонов, поворотных устройств или дополнительных столиков. Из состояния коробки в рабочее станок можно привести буквально за 5 минут. Достаточно подключить кабели питания и USB к основному блоку станка. Да, совсем забыл сказать, для этого станка необходимо использовать стабилизатор напряжения. Об этом чётко написано в инструкции. Модель стабилизатора у меня вот такая. Далее с флешки запустить программу и пробежаться по настройкам. Они тут не сложные, на них акцентировать внимания не буду. Интерфейс программы интуитивно понятен. Если хоть раз работали в любом графическом редакторе, освоить эту программу не составит труда. Начнём с чего-нибудь простого, например, прямоугольник. Буквально 3-4 нажатия мышки и макет готов. Запускаем предосмотр нажатием на клавишу F1. И выравниваем заготовку, если это понадобится. Далее клавишей F2 включаем саму гравировку. Готово. Подобные станки массово применяют в рекламе, в брендировании и сувенировании продукции. На производствах для нанесения всех возможных логотипов, шкал и разметок. Многие работают под заказ. Например, адресники для домашних животных. Металлизированные визитки. Солдатские жетоны и прочая продукция. Металлизированные визитки. Я же приобрел для своих целей. Те, кто следит за моим творчеством, уже видели все возможные логотипы и гравировку шкалы на инструменте. Ссылочки на эти видео, а также на сам станок для ознакомления, положу в описании под это видео. Если еще остались у вас вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь на них ответить. С вами был, как всегда, я Михаил и это канал Добрый Мастер. Пока-пока.